Я писала, я и в Москву, и везде писала. Вот завтра, чтобы Путину позвонил. Не Путину, а в 7 дней позвонила с криком о помощи. Порой именно наша редакция становится последней инстанцией, где ищут истину и просят восстановить справедливость. Чтобы кому-то хорошо было, а нам кукуешь. Зачем мы должны? Одна из главных тем совсем юных 7 дней – низкие закупочные цены на молоко. Сотни звонков из десятков сел Татарстана. Как известно, несколько лет тому назад они вообще были самыми низкими в Поволжье. Именно мы одними из первых эту проблему подняли. Молочные войны идут по правилам и без правил. Покупаем молоко очень дешево. Девиз поддержан административным ресурсом и собственной мощью господина Мингазова. Закупочные цены на молоко 5 рублей за литр. Молоко в этой войне – оружие, административный ресурс, средства. Корреспонденты 7 дней не только объездили всю республику, искали героев, ответы. Но и дошли до самого молочного короля. Но больше всего Вагис Мингазов, коллекционер коттеджей, боится молочного вопроса. Молоко поступает в розницу по 24 рубля. А берут они за 6. То есть их размер оптовой надбавки, посмотрите, 400% они накручивают. Не просто заявить о проблеме, а выявить причины, докопаться до истины и достучаться. И 7 дням это удалось. Нас услышали. Потом были приняты какие-то меры реагирования, были приняты программы, помощь была оказана уже сельским жителям. Но молочные войны на этом не завершились. Королей в сельской местности хватает. При попустительстве главы района отменили рынок и ввели байское правление. Население вынуждено сдавать молоко только своим людям. Тачка в деревне Михайловка продолжалась больше часа. Не пускали, такого же не было. Ну как не было. Было же. Ну было, было. Просто там объяснялись. Хватило сил и 7 дней, чтобы заявить о фактическом беспределе на молочном рынке. И понимание тогда тоже нашлось. Я считаю, что сельские жители это самые юридически незащищенные граждане наши. И вот это очень важно понять. Потому что зачастую они знают, кто разграбил их колхоз или совхоз. Они знают, кто повинен в том, что у них самая низкая пенсия. А ведь это очень важно. Но они не могут сказать об этом, не могут открыто заявить. Вот в этом и есть проблема. А мы вот как раз пытаемся людям помочь не просто как журналисты, выдав свой материал. Мы дальше отслеживаем судьбу этих людей. Мы пытаемся довести это дело до суда. Мы делаем консультации какие-то со специалистами. Мы помогаем оформить документы. Это действительно так. Одну из первых команды 7 дней поднимала темы, которые, казалось бы, не имели актуальности. Это и мусорная реформа, и общественные пространства, и сохранение исторического наследия. За несколько лет до мы говорили об этом будущем, что стало настоящим. Еще в 2013 году мы занялись темой развития общественных пространств в России, в Татарстане, в Казани. Тогда эта тема с платными парковками, с велосипедным движением. На меня, я помню, смотрели как на умалишенного. Едва об этом заговорив, мы как бы посеяли бурю, что называется. В 2013 году еще не было речи ни о какой дирекции парков и скверов. Фактически, насколько мне известно, наши материалы дошли до руководства республики. Они были просмотрены. Они были поняты, что самое главное для нас. И они были притворены в жизнь. И мы все эти годы шли вместе, рука об руку, действительно, делая вместе этот проект. 2011 год. Нулевой километр. Специальный проект 7 дней. Когда стало понятно, исторический центр Казани скорее мертв, чем жив. Да центр Казани – самая привлекательная и самая недешевая территория. Но для владельца этой земли в центре города – это всего лишь место потенциальной колоссальной прибыли. Но кто же владеет всеми этими землями? Генеральный директор компании «Айс Менеджмент» Роберт Хайрулин. Личность не столь заметная. Уже потом появились и программы по сохранению исторического наследия. Украсила Казань и восстановленная старо-татарская слобода. Значок. Я, мы, Чистополь. Эти выстроившиеся в очередь в крематории чистопольские домики спасать, казалось, уже некому. Далекую историю Казани сегодня повторяет город Чистополь. Михаил Любимов, конечно, никогда не скажет, что именно его репортаж дал старт масштабной акции по спасению деревянного зодчества уникального города. Но это было действительно так. Вот этот Чистополь, он, конечно, меня задел. Я его делал не для того, чтобы туда, может быть, даже люди поехали. Я вообще не предполагал себе такое даже, что это случится. Я не мог себе представить. Конечно, это была боль. Но это мой родной город. Но я точно так же сделал бы и про Тетюши, и про Буинск. То, что люди откликнулись, это мечта. Мы смогли это доказать всем, показать, что люди, добрые люди существуют, и всем не все равно. Новые люди, люди небескрылые, появятся во многих наших пропетых одной нотой городах, и отсюда, из этой татарстанской Пальмиры, пойдут круги. У нас есть сплав инициативных людей. Их настолько много теперь появилось, что вот в этой каше очень приятно находиться, очень интересно участвовать. Раньше мы в каком-то вакууме существовали. Фактически это была пустыня. И мы как-то, какой-то глаз вопиющего семидневского человека, значит, из пустыни звучал. Теперь нет. Теперь тебе есть к кому обратиться. Теперь огромное количество площадок. Эльзира Сибирцева в первых выпусках «Семидней» после замужества Юзаева. Одна из тех, кто занимается в программе расследованием коррупционных дел. Это скромный особняк у самого берега в деревне Полянка, местная достопримечательность. На геральтической кованной эмблеме дома имя главы Рыбнослободского района Ильхама Валеева. Бюджетные и внебюджетные средства перечислялись через управляющую компанию сельскохозяйственное производство на расчетные счета подконтрольных шокировым фирм. После выхода таких репортажей в «Семиднях» реакция следует незамедлительно. Очередное уголовное дело в отношении Рафаила Габдрахманова, который стал собственником 30 объектов обанкроченной Балтасинской сельхозтехники, а затем и фигурантом уголовного дела. А ведь начинался репортаж с увиденного корреспондентом «Семидней» объявления на сайте «Авито», мол, продают помещение за 100 миллионов. В 2001 году бывший глава Балтасинского района Марат Зарипов поручил управление предприятием своему свату Рафаэлю Габдрахману. Не хочет быть каким-то таким пустым звуком, чтобы его материал был, а хочется услышать вот это эхо, вот этот ответ, этот резонанс, который вызвал твой материал. И поэтому нам тоже очень важно, чтобы мы были услышаны, чтобы мы были поняты и своим героям могли хоть чем-то, как говорится, помочь. Возобновление пригородного сообщения – масштабная президентская программа с миллиардными вложениями. Проблему обозначили корреспонденты «Семидней», показав весь масштаб бедствия для жителей сельского района. Акценты были расставлены настолько верно, что решения были приняты молниеносно. Ну вот автобусы не ходят, как мы сказали в материале. Вот автобусы не ходят. Ну мне казалось, ну это просто такой вот материал, который, ну, пройдет и забудется, но как бы люди все-таки должны какой-то иметь громотвод в виде нас. Ну, я думал, ну хотя бы моя задача в этом. А вдруг увидят. Повезло, ну, конечно, повезло. Мы-то ведь ничего не сделали, мы просто показали. А увидел, конечно, президент. И президент дал соответствующее распоряжение по выходу именно этого материала. Это не моя заслуга, это заслуга программы, которую президент смотрит. И нам казалось, что мы уже никогда не вернемся к социальному государству. Ну нет, мы все-таки возвращаемся. Ну это наше достижение, конечно, но это ведь и наша обязанность делать так, чтобы государство поворачивалось лицом к людям. Это наша обязанность, наша работа. Увидеть, услышать и не остаться равнодушным. И это взаимно. Нас тоже слышат и смотрят. И чем ты ближе будешь к своим зрителям, тем дольше и качественнее будет и программа, и твоя деятельность, твоя работа. И, как говорится, тем честнее ты будешь сам перед собой. Я думаю, что мир, каким он был 15 лет назад, и мир, каким мы его знаем сегодня, это два разных мира. Это два разных ощущения человека, живущего в этом мире. Люди изменились абсолютно. И многие изменились в хорошую сторону. И мы многое для этого сделали, мне кажется. Действительно, люди ждут. За 7 дней. В течение недели кто-то, значит, много вещей не смотрел. А тут акцентировано внимание на самые важные события. И тем более, он редакционно это делает открыто, с болью в душе и правильнее. Светлана Спирина, Андрей Моков. О команде 7 дней. 7 дней.